Эта улица старого ремесленного посада Сочи сформировалась во второй половине XIX века. Тогда она называлась Ореховская. Это было единственное сообщение селом Ореховка. В 30-х годах её переименовали в честь советского прозаика Островского, который жил в одном из домов. Несмотря на её очевидную стеснённость, как и в прежние времена, эта улица – одна из самых востребованных. Ежедневно по ней проезжают тысячи машин. Ещё бы, центр Сочи. Рядом торговая галерея и прогулочная Новогинская. Хороший ремонт дороги на Островского давно не производился. Ждал его и тротуар. В плохую погоду плитка ходила под ногами и обдавала брызгами. Поэтому эта улица была одной из первых, куда зашла дорожная техника. Чтобы провести ремонт, пришлось на время перекрыть движение. Трудно было всем. И водителям, которым приходилось выбирать альтернативные пути, и пешеходам, встречающим по пути строительную технику, и жителям домов, которые ежедневно слышали её. Ремонт начался в начале лета и завершился меньше, чем за месяц. Это, наверное, не первая, но, слава богу, и не последняя улица, которая будет сделана за счёт нацпроекта безопасной и качественной дороги. Раз, два, три. 1086 метров. Такова протяжённость улицы. Это почти 10 тысяч квадратов асфальтобетона, глядя на который, некоторые жители по незнанию говорят о его неровности. На самом деле пористость для этого асфальта характерна. И это не брак в работе строителей. Просто его фракция довольно плотная. Раньше такой высокопрочный щебёночно-мастичный асфальт на городских улицах никто не видел. Раньше в городе на муниципальных дорогах его было запрещено стелить. Он применялся только на федеральных дорогах с большой интенсивностью. Но так как у нас город растёт, количество машин увеличивается, проходимость дорог в разы увеличивается. Из-за этого было принято решение в городе стелить точно такой же асфальт. Надёжность и долговечность – так характеризуют покрытие строители. Срок службы этой дороги не менее 10 лет. Помимо нового асфальта отремонтирован и тротуар, улучшено освещение. 130 деревьев кронированы и спилено 10 сухостоев. Улица стала заметно светлее. На сегодня завершён ремонт на 15 объектах. Ещё 18 в работе. Всего в этом году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 64 дорог протяжённостью почти 85 километров. В перечень вошли те, по которым были обращения жителей. В приоритете – подъездные пути к социально значимым объектам и улице, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Эта программа рассчитана на 6 лет. И каждый год выделяется 830 миллионов. Приоритет этой программы ещё в том, что делается не только полотно, а делается и тротуары, и освещение. Люди сами определяют очерёдность. Это национальный проект безопасной дороги. И, естественно, что контроль, что ни на есть, самый строгий. Это контролируется нами, как заказчиком. Это контролируется краевой администрацией, Министерством транспорта Краснодарского края. Уже сейчас составляют перечень улиц, на которых будет проведён ремонт в следующем году. В ближайшее время список будет опубликован на сайте мэрии. Жители призывают принять активное участие в голосовании. Общественные слушания пройдут в конце лета.